представьте себе что вы находитесь в библиотеке полки это ваш жесткий диск книги это файлы а вы ядро операционной системы перед вами есть стол это оперативная память ваша работа читать книги только как и в реальной жизни вы не можете читать книгу целиком вы читаете страницами когда вы берете из полки книжку вы копируете нужные страницы и кладете их на стол то есть на столе у вас разложены страницы и вы как цезарь многозадачная читаете множество книг одновременно когда стол большой то есть когда много оперативки все хорошо вы можете разместить кучу страниц но большой стол стоит больших денег поэтому обычно вы берете средненький стол рассчитаны под ваши задачи ну и чтобы оставалось немного свободного места есть определенные книжки которые вам нужны не постоянно но вы с ними работаете относительно часто скажем вы читаете книжку там много неизвестных терминов и вам периодически нужен словарь не то чтобы он нужен всегда на столе но если у вас есть немного места почему бы временно не положить словарь на стол чтобы постоянно не тратить время на копирование словаря а если понадобится место под другие книжки ничего уберете словарь если посмотреть вывод команды free можно увидеть значение столько-то места сейчас используется для буфера и кэша когда вы хотите прочесть файл с файловой системы вы получаете блоки но в оперативке вы работаете не с блоками а со страницами то есть вам нужно предварительно превратить содержимое блоков страниц и вот этот переходный пункт где вы блоки превращаете в страницы а также записываете за какой страницей какой блок называется буфером то есть буфер содержит метаданные файловой системы и блоки которые пишутся или считываются с диска а в кэше хранятся уже страницы и эти страницы нужны как для более быстрого чтения так и для более производительной работы представьте что вам нужно несколько раз прочесть одну и ту же страницу вместо того чтобы каждый раз загружать ее в память вы ее держите в оперативке и считывайте ее оттуда а касательно записи представьте что вам нужно что-то дописать в словаре если один раз написали на листе отнесли и добавили в книгу а если вы часто что-то пишете вместо того чтобы после каждой строчки относить и добавлять книгу вы можете подержать страницу пока на столе а может еще что-то понадобится дописать когда вы изменяете страницу в оперативке у нее появляется метка что она грязная dirty page и уже потом скажем раз в пять секунд вы относите грязные листы и добавляете в книги то есть сохраняете измененные данные с оперативки на диск то есть данные не сразу пишутся на диск а некоторое время хранятся в оперативке в кэше и чтобы вручную синхронизировать измененные в оперативке данные с диском надо выполнить команду sync размер грязных страниц можно посмотреть в проц mem info и вот небольшой тест созданием файла сначала делаем sync чтобы убедиться что все данные записаны на диск затем с помощью dd генерируем файл размером в 100 мегабайт сразу после этого смотрим размер грязных страниц 100 мегабайт это означает что файл пока что в оперативке а не на диске делаем sync и снова проверяем теперь все записалось на диск такой режим кэша когда данные сначала сохраняются в оперативке а потом пишутся на диск называется write back но если вдруг компьютер потеряет питание и информация не успеет синхронизироваться грязные страницы пропадут соответственно есть риск потерять данные то есть такой режим очень быстрый но не самый надежный также есть режим кэша write through когда данные пишутся одновременно и на диск то есть условно при каждом изменении страницы вы относите страницу в книгу на полку то есть все работает чуть медленнее зато при внезапном выключении вы ничего не теряете есть и другие режимы но это два основных память можно поделить на 4 типа по двум категориям она может быть личной и общей то есть доступна только для одного процесса или нескольких а также может быть анонимной и основанные на файле то есть файловой file backed это когда вы загружаете файл в оперативку взяли книжку и положили листы на стол а анонимная это когда процесс просит вас выделить ему место не привязанное к какому-либо файлу скажем не книжку взять а просто чистый а4 положить процесс там будет хранить какие-то данные во время работы таким образом получается 4 типа анонимус private анонимус shared file backed private и file backed shared и теперь представим что у вас на столе осталось мало места а вам надо еще добавить листов то есть мало оперативки осталось первым делом вы поищите листы которые вам больше не нужны то есть освободите память которую использовали завершенные процессы но этого может не хватить тогда в расход пойдут старые листы которые как бы и нужны но используются очень редко и основаны на книжках то есть файловые вы избавитесь от этих страниц а если вдруг они потом понадобятся то опять возьмете их из книг так как вы знаете что это за файл а вот от анонимных листов избавиться не получится то что там написано нет ни в одной книги поэтому выкидывать эти листы не вариант и тут вам на помощь приходят ящички стола туда вы можете сложить старые листы которые сейчас на столе не нужны и при необходимости оттуда достать это ваш свап место на диске выделенное для отгрузки редко используемых страниц с оперативки этот механизм когда вы что-то кладете в свап или достаете оттуда называется подкачка страниц в качестве места может быть как отдельный файл на файловой системе так и целый раздел в зависимости от этого место может называться файл подкачки или раздел подкачки то есть свап не выступает продолжением оперативки он выступает временным хранилищем для редко используемых страниц и не обязательно чтобы он использовался только как когда оперативки не хватает иногда полезнее использовать оперативку для кэша чем для редко используемых страниц чтобы вся эта подкачка работала для программ прозрачно чтобы разработчики сами не заботились о свапе ядро операционной системы выделяет процессом вместо реальной памяти виртуальную которая может быть больше оперативки виртуальная память состоит из оперативки и свапа то есть условно книжка может предварительно попросить место под 100 листов на столе и пусть у вас стол будет поменьше но если что редко используемые страницы вы добавите в ящик также свап используется для гибернации это как спящий режим только если в спящем режиме у вас все оборудование начинает меньше потреблять энергии но все еще потребляет по чуть-чуть то при гибернации все данные из оперативки сохраняются в свапе а компьютер полностью выключается то есть ничего не потребляет а при запуске все из свапа возвращается в оперативку это позволяет больше экономить энергии но запуск чуть дольше чем при спящем режиме пара популярных вопросов нужен ли свап если много оперативки если большой излишек оперативки то есть много много оперативки не тратится то можно обойтись и без свапа с другой стороны свап даже на таких системах может пригодиться будет чуть больше места для кэша стоит ли делать свап на ssd с одной стороны из-за скорости подкачка страниц будет быстрее что увеличивает производительность с другой стороны у ssd есть ограниченное число циклов перезаписи и использование свапа активно их расходует но если у вас оперативки достаточно подкачка будет происходить довольно редко но и даже с относительно средним использованием современные ssd проживут довольно долго а их цена не такая кусачая точные сроки никто назвать не может так что это индивидуально для каждой конкретной системы и ssd раздел подкачки или файл подкачки что лучше раньше из-за прослойки с файловой системой свап файл был чуть помедленнее но ядро после версии 2.6 работает с блоками свап файла минуя файловую систему с одной стороны пропала разница в производительности с разделом подкачки с другой нельзя просто взять и переместить файл подкачки на другую файловую систему свап надо предварительно отключить но файл обычно легче увеличить чем раздел хотя если свап раздел на lvm и есть свободное место тоже не сложно сколько места выделять под свап тут немного индивидуально зависит от софта который будет использоваться какие-то программы требуют больше свапа какие-то меньше но есть общие рекомендации если у вас оперативки меньше двух гигабайт то под свап стоит выделить место в два раза больше чем в оперативке если еще предполагается использование гибернации то в три раза больше ну и дальше по табличке хорошо что такое свап и для чего он нужен мы разобрались насколько используется свап мы можем увидеть с помощью утилиты free либо утилиты swap on как видно у нас для свапа используется отдельный раздел а точнее lvm его размер 2 гига а используется небольшой процент кроме того видно что у свапа есть приоритет мы можем на одной системе сделать несколько свап разделов и файлов то есть сначала будем складывать страницы в ящичек с высоким приоритетом а если он забьется в ящичек с низким приоритетом скажем мы можем выделить под свап место как на ssd так и на жестком диске также можно приоритет поставить одинаковым тогда одновременно будут использоваться оба свапа попробуем добавить файл подкачки и перевести наш свап с раздела на файл для начала создадим файл размером в 2 гигабайта для этого используем команду dd здесь bs размер блока 1 килобайт 2m 2 миллиона то есть 2 миллиона блоков по 1 килобайту получается 2 гигабайта помните как после создания раздела мы записывали на него файловую систему mkfs для свапа мы делаем что-то похожее make swap был бы раздел указали бы название раздела команда вывела нам предупреждение что у файла небезопасные права 644 и рекомендуется выставить 600 что ж сделаем и дальше по аналогии того как мы монтировали файловую систему мы должны активировать свап заодно зададим ему приоритет повыше после этого посмотрим активные свапы свап он в списке появился наш файл но как и с файловыми системами чтобы свап работал после перезагрузки надо добавить его в fstab пропишем наш свап файл а заодно закомментируем старый раздел чтобы без перезагрузки избавиться от свап раздела используем команду свап off таким образом мы убираем все страницы из раздела обратно в память или на другой свап также стоит упомянуть такой параметр как свап нас этот параметр определяет насколько сильно будет задействован свап тот значение от 0 до 100 это баланс между кэшем и выгрузкой анонимных страниц при низких значениях свап будет стараться держать анонимные страницы как можно дольше в памяти при этом чаще выгружая кэш это может быть полезно если программа сама управляет своим кэшем а не отдает это ядро операционной системы например так делают системы управления базами данных если же значение ближе к 100 то система будет агрессивнее заниматься подкачкой перемещать анонимные страницы в свап и обратно это обычная система где программы сами не кэшируют но кэш важнее например частая работа с данными при этом производительностью программ можно немного пожертвовать если мы хотим поменять это значение и чтобы оно оставалось после перезагрузки нужно создать файл или подредактировать существующий файл в директории etc.tld прописав в нем vm swapness и нужное значение после чего применить также стоит упомянуть что существует модуль ядра за свап он создает в оперативной памяти сжатую область где и хранится свап это позволяет подкачке меньше использовать диск и работать быстрее но если места в оперативке нет данные все же выгружаются на свап который на диске подведем итоги сегодня мы с вами разобрали механизмы работы виртуальной памяти что такое кэш что такое грязные страницы анонимные страницы разобрались зачем нужна подкачка как она работает как создавать раздел или файл подкачки и как это все настраивать со свапом работает относительно редко один раз настраивается во время установки системы а больше ничего делать и не надо поэтому очень важно сразу все настроить правильно будем а Продолжение следует...